Привет, зритель! Сейчас тебя ждет трэш-обзор. Не смотри, что я в шарфе и в накидке. У меня окно открыто, но мне холодно и при этом жарко. Ну, пришла та самая пора. Посылка. Я тебе не показываю с этой стороны. Хоть тут и до востребования, но тут адрес товарища, который это посылал. Некто Сергей. Где-то в канун моего дня рождения в 19-м году я уже в этой квартире жила. Поперлась я что-то на почту забирать что-то на свой день рождения как раз на 14 февраля. А там меня ждала посылка до востребования, которая пришла, насколько помню, 11 февраля, а я забрала её 14-го. И в этой посылке была очень крутая штука, мне так понравился. Бальзам моё, солнышко, гигиенический для губ, очень понравился. Два крема для тех, кому за 50-60, а мне на данный момент 38, а вот в том году сам вычти и пойми сколько. Ну как бы меньше, чем за 50 и за 60. И какие-то патчи для глаз, которые... Зрители уверяют, что они всего лишь на месяц были просрочены, но я помню, что они были просрочены на полтора года. И вот этот зритель решил послать мне какую-то трэшовую посылку в ожидании трэш-обзора. Я сначала думала сказать, что вот типа это, ну как бы первый раз в первый класс, но... Блэм, не совсем так. На ту посылку я не делала обзор, я чисто поофигевала на странице ВКонтакте в свой-то день рождения. Неужто я ещё это обозревать буду? И вроде в каком-то стриме, но в тот период был момент, ещё на механке так было пару раз, какие-то баги у Ютуба, когда стрим не сохранялся. И возможно даже тот стрим и сохранился, но история умалчивает, как этот стрим назывался. Может этот стрим был в честь моего дня рождения, может нет. Я не помню, делала я на 14 февраля 2019 года стрим или нет, потому что я этот день рождения отмечала с подругой, и он и так этот день был дофига насыщенный. Короче, вот, тут у нас салатовый пахетик, я вижу, я вижу пахетик, я вижу, и ты теперь видишь. Я хотела сначала это всё скрывать в перчатках, в которые готовлю. Я даже сначала думала полностью одну руку оставить в перчатке, потому что у меня тут бандитская пуля, то ли я палец порезала случайно, то ли кошка так умудрилась, а его дня два он у меня как-то не мог зажить. Я его и одним мазала, и калашом мазала, и перекич наливала, а потом у меня была такая примочка из этого. Я тут говорю и ничего не достаю, да. Из прополиса и этой самой фигнёй такой, бинтиком перемазанная. Я думаю, сейчас тогда уж как-то неудобно в перчатке у неё есть. Сняла этот бинтик, оно вроде как поменьше стало, помазалось сейчас кайлашиком, а бинтик у меня кошка заиграла. Пакетик вверх ногами. О, но он не провалился. Я думала, что это будет коробочка, и я хотела сначала записать такое типа АСМР, шёпотом. А потом прочитала очередной камень под роликом, и у меня пришла идея немножко другая. Так, мне чётко кажется, что камера слегка косоваста. Может, конечно, это мне показалось, и я ничего не исправила, но я чуть-чуть подкрутила штатывчик. И вот этот, после того, как я прочитала очередной камент, я подумала, что, ну, если будет коробочка, осталось сначала тихо так скажу. Сейчас я в телефоне гляну, что я скажу, а то я забыла. Может, мне не надо крем для тех, кому за, но что-то, чтобы... Мне надо тупо выспаться, вот чё. Тогда я не буду забывать. А почему мне не надо крем для тех, кому за? Потому что я сегодня встретила одну женщину, которая, можно сказать, была поклонницей моих стихов, когда я ещё на лицелёты ходила и выступала в нашей библиотеке и вообще в городе. А ещё это самое... Она одно время смотрела стримы мои, когда я только сюда переехала. И она мне сделала комплимент, сказала, вот такая у тебя красивая кожа. С каждым годом только лучше. Гладкая, без прыщей, нежная, розовая, всё в таком духе. Так вот, это вот. Это человек сказал. Я сказала близкому родственнику про это, а близкий родственник сказал, что этот человек, который это сказал, умный, дури всякое не скажет. Так вот, чё я хотела сказать. Пссс! Всё ещё ждёшь СМР? Не жди! Подпишись на Бусти АСМР Всего лишь 200 рублей в месяц Обеспечат тебе ранний доступ к любимым АСМР И их частый выход Эй, эй, эй Я это еще сделаю Тут где-нибудь, может, вот с этой стороны Вот так сейчас отойду А кто, я вчера монтировала и поняла, что у меня на ладошку не встает Эта штучка, меня так-то бесила Ну, ролик последний, где я там чай пью По запросу трудящихся Вот здесь вот я ставлю, вот этот вот так вот Даже сейчас замру, вот здесь вот Слева по борту будет такая Все еще ждешь АСМР И в текстовом формате Ну, так вот Можно уже вскрывать этот пакетик Замечательный Что-то тут с яблоками с Риана Меня тут спрашивают Второй же человек, что я делаю с биткоинами Пока я с ними ничего не делаю Потому что только мой приятель мне их кидал Наверное, ножиком что ли это как-то пропилить Но много есть всяких сервисов Как можно вывести эти биткоины Перевести их, допустим, в рубли или в доллары Или в доллары перевести На доллары купить эти биткоины И вот всем счастье Я раньше так это плевалась на эти биткоины У меня был знакомый чувак из Украины Который типа программист И он тоже плевался на эти биткоины Но так как у него сложилась такая ситуация Что он, ну, видимо, уволился Или его уволили С той работы, где он программировал Он стал А в одно лицо Плюс-минус сколько-то человек Допотопную игру Вовум Реанкарнировать Ну, дописывать там всякие Коды Ну, код, короче, писать Дописывать эту игру Сам ее тестить Все в таком духе И когда у него там Были проблемы на его этой Украине С финансовой поддержкой Там ему донатят А он игру развивает То он плевался-плевался А потом сделал кошелек биткоиновый, я думаю Я сначала тоже плевалась-плевалась А потом мне товарищ сказал Вот Как он там Пейпал в России Больше не пейпал Вдруг кто решит Сказать спасибо тебе За творчество А все остальные Варианты его не устроят И устроит только биткоин А у тебя его нет Поэтому он не его сделал Там еще пакет Сейчас так прикольно Значит, смотри Почтовый пакет В нем пакет В пакете еще пакет А там еще сто пятьсот пакетов Тут скотч Этот скотч Крелик в пакет Надо этот скотч разрезать Вообще, мне сегодня Мне еще вчера пришли специи Я там кое-какие заказала На Лайберис Сегодня специи пришли Пожитник Я думала Сначала зайду за почту А потом проеду туда И заберу А так как я проснулась Удва щенка по будильнику Потому что у меня черт знает Сколько времени бессонница То я это как бы Решила, что просто на почту сходить Плюс еще надо пожрать Приготовить Посуду помыть Тыкву раздолбашить Я вчера Сейчас покажу тебе тыкву Ой, тяжелая Тяжелая О, тыква Мне вчера показалось Что на тыкве какое-то пятнышко Я взяла тыкву Распилила Это маленькое пятнышко В треугольничек Смотрю, а там все нормально Срезала у него кожуру Грызнула этот треугольничек И понимаешь Он вкусно Сырая тыква Ну и в итоге Придется теперь И у какашев Так вот Ну и еще я как бы Уже третью неделю Пытаюсь перевод Но у меня все что-то никак Я решила, что пусть Я дополгу только до почты Пахнет чем-то вкусно Ух ты Тут это Пупырка Можно по АСМР Сердечки Деревенские лакомства Баланс жизни Необходимых микроэлементов Полезное лакомство Для кошек Вау Моя кошка правда Не жрет такое Но я попробую В крайнем случае Есть кошка Которую я иногда кормлю Когда вижу Ну в смысле Когда вижу Тогда кормлю Если у меня при этом Есть что-то с собой Вот сегодня специально Еду вынесла Которую это дура Жрать отказалась Только я вынесла Она сразу жрать захотела Ой ой Там просто что-то такое было И я это Сережа Так вы прям это Цундера наверное Это тот который Ну Вполне милый зритель Но иногда кусается Я кстати кажется Что-то такое Ей покупала Или Атишке покупала Я уже не помню Ну у меня были короче Какие-то шарики И кто-то из этих двоих Очень быстро Эти шарики укапошил Ух ты Я сейчас ей дам Чтобы она Ускакала отсюда То она уже тут В пакет Насовывалась голову Того и глядишь Таких снесет Мне нахрен Игрушка для кошек Домашним Любимцам На радость Зоник Тут собака И кошка Не подлежит Обязательной сертификации Короче сейчас мы это откроем Да слушай зритель Дала бы заранее Я бы поассамерила Это Потому что смотрели Но ты зритель Если что можешь Тоже приложиться До востребования Вполне все доходит Только правда Оно лежит там Две недели Если не получил То обратно уходит А китайская посылка Внезапно месяц лежит Я сейчас хотя пишу На ту флешку Самсунговскую Которая 2020 года выпуска И за 309 рублей Мне обошлось На Алике По какими-то там Суперскидкам Сейчас она Вроде как дешевле Но там платная Стала доставка И выходит это дороже Так вот Ты можешь мне что-то Шуршать Ну конфеты Я как бы Ну Можешь Рафаэлла послать Я Ими поделюсь С кем-то С кем-нибудь Потому что В большом количестве Рафаэлла Я уже года 3 назад Поняла Что я не могу есть Там какое-то Раньше может и было Это пальмовое масло Нейтральное такое Но стало потом Такое Не такое А может Его просто Раньше и не было В составе Короче Можешь мне прислать Что-нибудь такое До востребования А если Знаешь адрес То и не до востребования Так вот То скинешь Куда-нибудь Номер Отслеживающий Либо напишешь Мне когда Она уже придет На нашу почту Скажешь Лёля Поднимай Свою Нижнюю полушарие Мозга И валив На почту Забирай Там это До востребования деле, я оранжевую тоже люблю, вообще. Я желтую очень люблю, я оранжевую, я посмотрела, у меня много чего оранжевая кошка, вечно скидывает обезьянку в оранжевой курточке, оранжевую лисичку, которую мы с маман вместе самошпалили, ну, самопальная, оранжевую тряпочку, которая бывшая жилеточка, вообще изначально бывший свитерок, которая лежит на тувареточке, на которой я иногда сижу с ним, ну, снимаю, а видосики она скрипит, она скрипит даже под кошкой. Она просто уже такая, скрипучая. И, в общем, это кошка. Чего тут? Сердечки. Ну, я попробую ей дать, наполненный здоровьем, насыщенным вкусом. Ну, а если она их не осилит, или не поймет, потому что она с кормом обычно играла с такими, я ей пыталась разно едать, она так это поиграет с ним, потом ногами подчеркает и свалит. Куриная печень, свекла, кукурузный крахмал, продукты микробной ферментации, пищевые добавки на 1 кг продукта, медь, железо, цинк, марганец, йод. Сыпа-сыба, это что такое? Вкус вилл, имбирный, с цедрой, лимона, напиток, чайный. Я думаю, это людям, да? Ну, на себя так показываю, людям, в смысле мне. 20 штук на 1,5 г, 20 пакетиков. Так, 30 г. Чайный пакет, напиток, серия, имбирный, чай, цедра, лимона, корень имбиря сушеный, цедра, лимона сушеная. Обалдеть, только то и другое. То бишь, а что тут надо-то сделать? Способ заваривания. Взять 100-градусный чайник, положить в чашку, а, вот тут даже написано, фильтр-пакет, залить одним стаканом 200 миллилитров кипятка настоять в течении 70 минут. Спасибо! Я люблю такую штуку делать. Я туда ещё мёд кладу, иногда зелёный чай, иногда без никто, иногда ещё всякие специи. Так, вот оно у нас тут. Вот это можно будет полопать. У меня тут был какой-то пакетик, сидела, что-то монтировала, и попала. Думаю, блин, крайне резко сейчас лопаю что-то без АСМРа. Ну, у меня тут ногти слегка-то ломались, особенно вот на этом пальце. Потому что, во-первых, я давно что-то не добавляю в пищу себе эту, как её там, семена чия, а ещё и несколько дней тут мыла без перчаток эту посуду. И летом, когда мышь, как-то бывает, ну, как бы ни то, ни сё. Осенью, видимо, сейчас вот тот самый период, когда... когда и то, и сё. Так, пупырка. На пакете у нас тут что-то написано. Цветной. Маркет. Стягася, такие маркеты бывают. Чего только в мире не бывает. Он под цвет шоколада. На самом деле я не хочу есть. Я должна не хотеть есть, потому что я целых три чашки почти в 300 миллилитров каждую выпила смузи этого самого с бананом, с кедровым орехом, с, блин, как звать это её, с тыквой. Ай, ше! С самопальным кефиром на закваске я вижу какую-то косметичку. Во. Я люблю пакетики. Серёжечка, спасибо вам за пакетичек. Он ещё такой съедобного какого-то цвета. Может, не надо, потом что-нибудь... У меня ещё суп замученный. В смысле, замученный. Кошка пришла обратно. Так, чекот у нас. Эге-гей. Что-то всего дофига. Ух ты, я вижу Гималайю. А как её открывать? А, вот так. У меня похожие не контейнеры, пакеты были, я у них ягоды какие-нибудь уморозил, кофе как. Гималайя. Интенсивно увлажняющий крем с природным витамином Е. Вот, хорошая, кстати. Я, правда, сейчас юзаю сыворотку, которая от Гориниера, ещё самопальный свой крем, который вон там вот стоит. За ним и надо идти, который я делала в этом в Роскоплаве, но я не помню, я это снимала на камеру или только на фотке, фоткала и вообще куда выкладывала. Зафольгированный, обалдеть. Тогда была крема. Как бы архангельская фирма, она хорошая, аптечная, там хороший состав, но оно мне не подошло, оно вот жирило. Я его юзала, как крем для пяток, кажется. А баночки от него вообще волшебные. У меня в одной баночке отложено какое-то средство для тушки, я его убрала в деревню, чтобы большой формат не тащить. Утью-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Коллагеновый, омолаживающий. Омолаживающий. Может подруге подарить? Бьюти-визаж. Бальзам для губ. Пять в одном. И видим результат спектрного применения. Бережный уход и красота ваших губ. Я-то юзаю сейчас этот, ну на мне сейчас блеск, не помню как, кто-то дарил. А так-то я юзаю этот, то, что сюда сама приготовила, там кокосовое масло, козье масло, потом сливочное, перетопленное, топленое. Воск пчелиный, мед пчелиный, этот звать как его, то, что я сюда прикладывала. Прополис пчелиный, опять же, хотя не знаю, есть ли прополис не пчелиный. Какие-то там эфирные масла сама полка ручки. Ну ладно, хотя я однажды как-то, кошка, ты что там делаешь? Давай я тебе еще шарик замал. Что-то там делаешь какую-то непотребную штуку, судя по звукам. Смотри, такой зеленый шарик. Так. Как-то заказывала в прервику очень крутые бальзамы, а в прервику у них косметика, по-моему, для тех, кому за. Ну, какая-то это, специфическая такая. Этот один бальзам заказывала в подарок, а ин себе, он такой волшебный, бальзам был. Ладно, пусть живет. До сентября 24-го года, может, заделаю. Сы-по-сы-ба. Такс. Питательный крем для рук. Не содержит минеральное масло, парабены. Важнее, смягчает, питает лаванда, гиацинт. Вообще, мне нравится Хималая. У меня, когда я с моей Индией сотрудничала, была такая баночка, но там можно было выбрать на определенную сумму что-то себе для обзора. баночка мятная штука против боли. Ну, там, под суда, когда голова болит, там, еще что-нибудь помазать. Я потом ее на Вейберс еще увидела. Я, правда, сама потом захотела сделать себе какую-нибудь мятную мазь на основе воска и кокосового масла с эфиром мяты. Так вот, тут у нас крем для рук. Так как я временно не могу лапу полноценно помазать, потому что у меня тут заживая транка, а когда на нее что-то наносишь, то она себя плохо чувствует, то оно обойдет у меня в запасы крема. У меня там как раз еще стоит Арифлэймовский крем, который мне сестры подарили в наборе на 8 марта шули. К тому же, оно до февраля 25-го года может вполне себе жить. Плюс у меня еще есть открытый крем, который я периодически юзаю. этот от Эйвана лавандовые какие-то там сны, что ли. От подписчицы Лёлечки. Так, это что за хрень? О, Ботовикас. Бодикрем. Для рук, для чего-то еще, для всего остального. А вот вижу. Крем для рук, коленей, локтей, пяток. Интенсивное восстановление сухой поруденной кожи, требующей особого ухода. Наверное, заметил, что у меня вечно лапы сухие. Ну, в смысле, сухая кожа на лапах, когда они это, осень, там, весна, зимой. В этот раз я экспериментирую со своим самопальным кремом. Мне, правда, вчера сказали, я говорю, смотри, вот здесь тарапка от кошки за 5 дней зажила. И вот здесь тоже практически не видно. У тебя же есть кайлаж. Зачем тебе какая-то еще? Я говорю, какая-то еще. Я хочу сама сэкспериментировать. его сваяла и тестировала. Так, то бишь, у меня тут крем для рук. Еще крем для рук. Кошка, я надеюсь, ты сделаешь свои дела не под ванной. Звук такой подозрительный. Применение. Нанесите крем легкими, массирующими движениями на чистую, сухую кожу один-два раза в день. До декабря 23-го мне надо его заюзать будет. Ну, он тогда в очереди первый будет стоять. К тому же у меня там крем для ног один есть в запасах. Если никто не захочет его в подарок, то я его сама заюзаю. Если кто-то захочет, ну, у меня есть просто пара человек, которые периодически, вот когда он там Новый год, день рождения 8 марта, говорят мне, вот я хочу такую-то штуку. Именно такую-то. Ну, там крем для рук. В этот раз у нас бальзам для волос. Вот я покупаю бальзам для волос. А если у меня... Я купила, и оно у меня стояло. Я вообще изначально хотела его, по-моему, подарить, но что-то сначала хотели одно, а потом перехотели и захотели другое. Я вижу... Ух ты! Холика-холика! Я её сто лет не видела. Сыпа-сыпа! У меня как раз саму этот... Как он там, блин? Я самопалить хотела, потому что у меня почти закончился. Алоя-гель там немножко осталась от этой... А здесь-то ты что делаешь? Хулиганка! Сидит и трёт этот пол, будто там вот это, ну, сделала свои дела. Как его звать-то? Ну, короче, алоя-гель у меня там подзаканчивается. Я думала саму самопалить или сделать у меня, потому что кошка умудрилась отсобачить несколько листиков алоя. Она у меня сейчас в холодильнике льёт. Алоя с лимоном. Сок алоя смешать с соком лимона, добавить водички и сделать себе тоник для мордореца. Или чё-нибудь такое. А тут холика-холика. До этого самого какого-то там... Ну, короче, до 25-го года она может вполне себе долго жить. Ещё и счастливо. Я её давно не видела, чё-то. Но вот этот вот листик сыпа-сыба. Это прям как неудачная посылка, очень неудачная посылка. Я слегка, правда, сколбасилась от бальзама оболаживающего. Фитонародные рецепты. Маска для волос до тонких и ослабленных волос. Дрожжевая. Блеский объём с молоком и оливковым маслом. Слушай, как угадал, у меня последние дни что-то я смотрю. Я читала, когда у меня у приятеля, короче, есть проблема с волосами, я читала про эту проблему. А потом читаю информацию какую-то, там пишут, что у девушек весной и осенью этот сезонный о падении волос. Я тут башку мою и понимаю, что у меня как-то вот три раза так рука вся в волосах. Думаю, блин, я линяю. Надо срочно жрать снова все эти суперфуды, которые я до этого ела и не жрать всякие сладкие непонятные фигни, в том числе манго, которая что-то у меня не пошла. Я забыла вчера ему гостить человека, который к чаю пришёл. Короче, надо жрать сухофрукты, орехи, нормально что-то жрать, делать какие-нибудь маски для волос. И вот тут маска для волос. Очень круто. Спасибо. Они хоть сегодня у меня выглядят пышно, я специально их помыла после того, как прогулялась и с почты пришла. Может, что-то я встала, они такие все прилизанные. У меня там было, в общем, что у меня там было-то? Скисшееся молоко я скрестила с мыльной основой для шампуня. Эксперимента ради. И вот эти мыла волосы, а ещё окачивала, соответственно, у меня был отвар в бархатцах. Я вчера разбиралась, нашла, смотрю, вау, бархатцы. Но они уже годны были чисто, чтобы их заварить, скибятить, сделать отвар и окатить им и башка. И волосы не спутывались. Потом я их увлажнила тем маслом, которое мне прислала Света из Москвы. Ну, в смысле, подпишется. И подумала, что надо какую-то маску заваять. Вот маска. Очень даже нормальная. И даже с нормальным сроком годности. Ладно, ладно, я верю, что там в магазине бывает иногда что-то подсунуть, такую просрочку. Что это такое? Оранжевая. Похоже на апельсин, и что-то ещё. Адидас-гель для душа, капсулы с зарядом энергии. Вот этого мне не хватало, потому что я что-то такая. Усну часов в 9 до 12 или до 2 просплю, или до часу. И потом часов до 9 утра они сплю, что-то на кухне ваяют. Тут в доме напротив живёт моя первая учительница, и она докладывает иногда моим близким родственникам, типа того, что проснусь в час. У Люли свет на кухне. Проснусь в 7. У Люли всё ещё свет на кухне. Она что-то ваяет. Вот я последние недели 3 такая вот никакая. Всё никак не вспомнить, чем я обычно себя ободрила. К вечеру иногда вспоминаю, что надо было утром заварить, допустим, лопачо. Думаю, сделаю это на следующий день и благополучно забываю. Максимальная эффективность. Я так-то сейчас мою детским мылом чисто вот, намыли его на губку. Оно такое размокающее, а если в него губку-шарик вфигачить, вот так потереть, то столько пяны и кожу не сушит. И всё со сроками годности, смотрю, нормально. вот зритель, по ходу дела треш-посылки не случилось. Вот меня только слегка помалывала. Омолаживающий. Омолаживающий. Может им пятки помалывать? А, ну там есть фигня, которой можно пятки помалывать. Кстати, если зритель не в курсе, то можно сделать ванночку, взять, короче, сыворотку или какое-нибудь полукисшее молоко. А можно взять сыворотку или полукисшее молоко, фигакнуть и в кастрюльку прокипятить. Ну там, правда, если это полукисшее молоко, то там ещё и что-то типа творога случится. Ну взять, короче, этот, сыворотку и какую-нибудь сыворотку. Или какой-нибудь кефир, который никуда не идёт, туда его фигакнуть. А потом горяченьким таким перелить в тазик, подожать, когда оно дойдёт до меняемой температуры, ногой туда опустыть, минут 15 посыдать или даже 10. А потом выкаривать эти ноги полотеночком и какие-нибудь такие сушёные мозоли сами отвалятся нахрен. Проверена, Лёли. Так. Ну чё? Усё? Мне ещё вот эта штучка приколола. Я только сейчас заметила, что тут коала, панда, кто это, медведь какой-то, короче. Синсай. Синсай тут какой-то нафиг, блин, сидит. Не случилось стресс-обзора. Столько всего и кошки, и лёльки, и даже чаю попить, и морду протереть, и шариком поиграть. Всем спасибо за просмотр. Сейчас скажу то, что Гриша сказал, не стесняться. Если ты зритель, хочешь кинуть в меня биткоином, я вот сейчас отъеду, вот здесь вот будет титра такая на фиолетовом фоне, то ты можешь кинуть в меня биткоином. Если ты хочешь кинуть в меня не биткоином, а чем-то другим, то можешь кинуть это на донотейшн на альерс. Ссылочка вам. Если ты хочешь, допустим, ждёшь этого АСМР, опять же, можешь подписаться на Бусти 200 рублей в месяц и будет тебе счастье. А если ты любишь хавчики на камеру, то тоже можешь подписаться на Бусти, если ты из России. А если ты не из России, то ты можешь подписаться на канал платный, спонсорской подпиской, там всякие разные градации от минимума до среднего шесть вариаций. И будет тебе счастье, а мне будет мотивация снимать что-то пораньше, почаще. И если это будет АСМР или Монгбан, то оно будет уходить чаще и у тебя будет даже, если ты, допустим, на Бусти будешь или на Ютубе, у тебя будет более ранний доступ к этому контенту, чем у других. Ты, наверное, заметил, что хавчиков на камеру стало чаще, потому что меня целых два человека поддерживают. Один на Бусти, другой на Ютубе. Ну, там можно кинуть меня на Юмони, это бывший Яндекс Денге, можно кинуть еще каким-то облицом, там в инфобок зайдешь, вот так вот это под видео откнешь, ссылочки увидишь, можешь кинуть мне что-то до востребования, опять же, как вот человек я обозрю, и ты можешь даже мне написать, Лёля, я тебе кинул что-то до востребования, запиши это в АСМРе. Или как-то иначе. Ну, да, да, я вспоминаю, есть у меня, а, у меня был раньше, но он сдох, у меня был раньше такой ободочек с ушками, а потом он сдох, я думала, с ушками. Можешь прислать мне этот ободочек с ушками, я тебе за АСМРю что-нибудь. Ну и это, спасибо, Серёжа, как ты меня так удивил, я ожидала реально какой-то трэш, хотела в перчаточках это всё засовываться, хорошо, что не было того, что не было. Ну и это, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok